Большой противолодочный корабль атакован ракетами противника. Воздушные цели стремительно приближаются. Первый удар по ним зенитными снарядами наносит артиллерия. Несколько ракет все же прорвались и продолжают двигаться к кораблю. За дело берется расчет комплекса «Кинжал». Секунды на решение боевой задачи и пуск. Ракета отправляется точно к цели. Есть попадание. Угроза с воздуха миновала, но теперь на радарах корабля появилась новая надводная цель. И снова первый наносит удар артиллерия. Грохот такое, что в ушах звенит. Видны всплески на воде. Мишей находится в нескольких километрах от корабля. Задача наводчика попасть в цель размером всего лишь 3 на 3 метра. Этот выстрел можно назвать пояснение снайперским. Ни качка, ни ветер в стрельбе помешать не смогли. Через минуту судно условного противника спускает флаг. Артиллерийская установка АК-630 или металлорезка, так ее еще прозывают в армии за ее скорострельность. Если артиллерия нанесла в мишени значительные повреждения, то АК-630 завершит начатое. Когда дистанция становится минимальной, в бой вступает отряд морской пехоты. Автоматы и пулеметы – вот их оружие. Противник обречен, судно больше не представляет угрозы и неминуемо идет ко дну. В ходе проведения данных стрельб все цели были успешно поражены. По работе материальной части действием лично стало боевых расчетов, недостатков не выявлено. Мы отрабатываем постоянно эти навыки боевых расчетов, чтобы совершенствоваться и стремиться к наиболее лучшему результату. Подобные учения по обороне моряки-североморцы проводят регулярно. В ближайшее время состоится еще одна большая тренировка. Отряду кораблей предстоит высадка десанта на необорудованный берег арктического архипелага. Михаил Абрускин, Алексей Набокин, телеканал «Звезда» с борта большого противовозочного корабля «Североморск». Продолжение следует...